Добрый вечер! В гостях. Главный тренер сборной СНГ Евгений Яковлевич Гомельский. Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка. Елена Шайбович, олимпийская чемпионка. И олимпийская чемпионка Ирина Минс. Красавицы какие! Ну, присаживайтесь. Друзья, я рад вас видеть. Да, мы сейчас посмотрим, как раз, эту великую игру. Обсудим перипетии. Но сначала давайте посмотрим сюжет. Август 1992. Первое лето после распада СССР. История творится здесь и сейчас. На наших глазах происходит смена эпох. Олимпиада в Барселоне. Прощальная гастроль советского спорта. Полгода назад великая держава исчезла с политической карты мира. Но на Олимпиаде лучшие спортсмены одной шестой части суши по-прежнему бьются за одну сборную. Которая официально именуется объединенной командой. У нее нет ни флага, ни гимна. Когда погаснет олимпийский огонь, все разъедутся по разным странам. Но в Барселоне они пока одна большая семья. Мы бились за медаль. Не было флага, не было гимна. Но все равно это наша страна. Это для, не знаю, для политиков нет флага. А для нас это наша страна, и мы за нее бились. Каждая республика считала свои медали. Подсчет такой, неофициальность. Это было настолько непривычно. Ну как, мы же Советский Советский Музейм. Вместе. Одно целое. Для нас это летняя Олимпиада проводы сборной СССР. А для остального мира премьера баскетбольной Dream Team. Национальная баскетбольная ассоциация впервые отпустила своих игроков на Олимпиаду. И сборная США привезла в Барселону команду, о которой будут вспоминать и через сто лет. Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Скотти Пиппен. Не просто мегазвезды, а живые легенды. Самая сильная команда за всю историю великой игры. Непобедимые. Статус безоговорочного фаворита и у сестренки Dream Team женской сборной США. В 21 веке американки не проиграют ни одного матча на Олимпиадах. Самая яркая звезда команды Тереза Эдвардс. Она завершит свою невероятную карьеру в ранге четырехкратной олимпийской чемпионки, первой и до сих пор единственной за всю историю баскетбола. Через четыре года на играх в Атланте именно Тереза будет давать олимпийскую клятву от имени всех спортсменов мира. Но это будет потом. А пока Эдвардс и ее подруги по команде на пути к золоту Барселоны люто обходятся с любым соперником. Команду Китая американки обыгрывают с перевесом в 26 очков, а сборные Испании и Чехословакии с двукратным преимуществом в счете. Для нашей команды Олимпиада начинается драматично. В первом матче с кубинками девушки ошибались в три раза больше обычного. В итоге чудовищные 27 потерь и сенсационное поражение 89-91. Куба на седьмом небе от счастья и поздравительную телеграмму победительницам присылает сам Фидель Кастро. Пламенный революционер и герой нашего времени. На этот матч в полном составе пришла и сборная США, чтобы взглянуть на будущих соперниц. После игры главный тренер американок Тереза Грентс не подбирает слов. Больше нечего смотреть на русских. Это не команда. Мне кажется, мы не настроились. Может быть даже и хорошо, что мы получили в первый день такую пощечину. Нас-то спряхнуло и прижало к стене, потому что отступной нет. Все, следующие все игры надо было выигрывать. Американкам, как и всем остальным, было сложно понять, как можно всерьез биться за сборную страны, которой больше нет. После Олимпиады наши девушки будут сражаться уже под флагами своих стран. Россия и Белоруссия, Украина и Казахстана. А тренеры Евгений Гомельский и Вадим Капранов и вовсе приехали в Барселону в роли отставников. У сборной России уже появился свой наставник Анатолий Мышкин. Так что тренеры работали с объединенной командой на общественных началах. Можно было предположить, что сборная ждет та же участь, что и их родина. Она перестанет существовать. И вот настает час встречи женской версии команды «Мечты» и сборной СНГ. Специалисты оценивают наши шансы на выигрыш в 1%. Мы вышли играть в полуфинал. Тренер все-таки состав обидел, что должны были играть в финале, сейчас в полуфинал. Будем играть. Игра началась на победу. Как и любая игра в советское время. Второе место – это всегда было поражение. Олимпийский полуфинал начинается при пустых трибунах. Даже наше телевидение не собирается транслировать эту игру. Центральное телевидение все-таки начало трансляцию, но лишь со второй половины встречи. Я помню этот выход стартовой пятерки на площадку. Я ничего не видела. У меня был мяч, у меня было пять игроков американской сборной, наша команда и все. Никто, кроме тренеров и самих девчонок, не верит в чудо. И они выходят на площадку биться за страну, которой больше нет. Но которая остается родиной. Они выходят на главный матч жизни. Друзья, я так рад вас всех видеть. Но то, что я вижу и то, что вижу сейчас, практически ничего не поменялось. Евгений Яковлевич, а также все красиво выглядите, улыбчивые. Задорная энергия с вас просто фонтанирует. Евгений Яковлевич, спортсмены получили возможность участвовать на Олимпийских играх. Здесь, наверное, международному олимпийскому комитету, надо сказать, слова благодарности. Но вот обстановка, мне кажется, была накануне не способствующая, так скажем, подготовке той полноценной, которая требует такой турнир. Вот атмосферу 92-го года можете нам передать? У нас большая сегодня студия, молодые люди, просто чтобы понять, в каких условиях готовились наши спортсмены и какая мотивация была. Ну, во-первых, надо все-таки признать то, что касается самого названия. Команда носил название, и он, это по-английски было написано, по нашу команду. А так там вообще называли все-таки СНГ. Получилось, что никто нас не называл на Олимпиаде. Все говорили, с русскими играть, с Россией выступать, и Россия, и Россия других слов не говорили. Но ехать на соревнования, самые важные в жизни любого тренера, снято с работы, это мало радости. Причем это снятие с работы было, в общем, такое не очень красивое. Немножко за спиной, немножко в бане. Решили наши коллеги, что мы уже старые, с нас уже нечего что-то ждать. И тем более, почти все были уверены, как сегодня уже прозвучало, что нам ничего не светит. А когда ничего не светит, то очень важно, кто же едет на такое соревнование. Когда тебя раньше времени хоронят, когда уже записали очки в победные, что с русскими нечего делать. Я думаю, что это касается, прежде всего, души спортсмена. Да, важна техника, важна тактика, но как важен характер. Я считаю, что не зря нас назвали объединенная команда, потому что действительно мы были едины. У нас была одна цель. Мы понимали, что больше мы уже никогда вместе не сыграем. Это для нас была последняя Олимпиада. Вот я не хочу обижать сегодняшнюю сборную нашей страны, даже последних периодов. Но таких девчонок, которые были вместе с нами, с Вадимом, в Барселоне, я пока не вижу. Говорю совершенно откровенно, потому что это были прежде всего... И мы не видим, посмотрите. Это были прежде всего люди, которые знали себе цену. И даже это первое поражение от Кубы потерпели, сделав огромное количество потерь. И когда Фидель Кастро прислал поздравительную телеграмму для кубинок, какие вы молодцы, обыграли Россию и так далее, и так далее. Я очень доволен, что Тереза Грэнс пришла на этот матч вместе с командой. И нас там похоронила самая первая, кто посчитала, что с Россией вообще нечего делать. Затопчем и разговора быть не может. Конечно, титулованных баскетболистов в команде в Соединенных Штатах было предостаточно. Уже были даже двукратные олимпийские чемпионы 1984-1988 годов, которые выступали против нас. Именно как готовилась американская сборная, легендарная, непобедимая, мотивированная, как всегда, вот к началу Олимпийских игр. И посмотрим, это уникальные кадры, нам удалось их раздобыть. Давайте посмотрим. Они не только ненавидят проигрывать, они не любят выигрывать с минимальным отрывом. Вот насколько они соревновательны. Это команда ветеранов, мы берем от баскетбола все, но мы каждый день узнаем друг друга лучше, потому что никто не должен нас победить. Чувствую голод по очередной золотой медали. Думаю, каждый в команде имеет это нереальное чувство, его невозможно описать. Ощущение Олимпиады-88, словно это было вчера. Оно настолько сильное, что я хочу испытать его снова. Это вызов, каждый день. Я постоянно себя спрашиваю, почему я здесь и делаю это снова. Просто я обожаю баскетбол. Я уже дважды выигрывала Олимпийскую зону. Я даже не думала, что окажусь в команде снова. Но я хочу увидеть нас на Золотом пьедестале еще раз, и, пожалуй, можно заканчивать. Ну и закончили. В таких условиях готовились, нет? Да. В такой экипировке команда была? Нет, там Югославу не шили американкам, поэтому у нас немножко экипировка была другая. С каким настроением ехали? Какие ожидания были? Да это помню, мы действительно эти все тонкости, моментами. Мы сейчас вот встретились, мы действительно Евгения Яковлевича редко видим, но мы перезваниваемся, поздравляем друг друга. Девочками, конечно, почаще. Но хочу сказать, что вот сейчас за кулисами я спрашиваю, Евгений Яковлевич, а почему мы не поехали пораньше на открытие? Ну почему же как-то вот нам и форму дали, красивую, хорошую, которую ни разу не одели? Ну он и ответил, говорит, Ирина, да нас никто не воспринимал. Вот, то, что не воспринимали, конечно, это одна сторона дела, но Евгений Яковлевич, ему надо отдать должное. Он на каждую игру нас, вот, как говорится, мы готовились уже вместе долгое время, он нас настраивал всегда на боевой дух и только на победу. И даже вот это поражение, он после поражения с Кубой, два очка, которые мы проиграли, он так и сказал, это только начало. Когда мы проиграли Кубе, мы думали, что сейчас будет такая головомойка, девочки, собрание, там, 7 часов, чтобы вы были в номерах. Будем разбирать игру. Ну все, мы идем, бредем, приехали в Олимпийскую деревню, собрались в одной комнате, и тишина. Ну мы же уже предчувствуем, что сейчас будет. Разбор полетов. Разбор полетов, первая игра, у нас было очень много матчей с Кубой, мы всегда выигрывали больше 20 очков. И чтобы первый матч и проиграть Кубе, ну, такого вообще никто не ожидал. Это был для нас холодный душ, мы сидим, ждем Евгения Яковлевича с Капрановым. Тишина мертвая. Заходит Евгений Яковлевич, мы так смотрим, а у него в руках пакеты. Как вы думаете, с чем? С вином. Представляете, пронести в Олимпийскую деревню... Испанским вином? Да, принести в деревню вино, вы сами знаете, что это нереально. Как они это сделали, я не знаю. Кстати, это вопрос Евгений Яковлевич. У него же есть брат еще. Эти слова, которые он сказал, поставив вино на стол, у нас, знаешь, как шарик был такой, мы сразу прям выпустили пар, потому что разлили вино по бокалам, сказали, девочки, да, мы проиграли. Ну и что, вся Олимпиада еще впереди. Прямо выдохнули вот этот весь негатив и все, и следующие игры мы пошли на таком позитиве. У нас верят, боже мой, девчонки, вот это, вы знаете же, да, самое главное, что когда вас... Что вам нужно, только в вас верить, остальное вы все сделаете, да? Да, остальное, да, остальное. Когда уезжали, выезжали, вот посмотрите. Да, что там? Вот, Новогорск наш любимый, нас одели в какую-то югославскую форму непонятную, какие-то цвета непонятные. Цыганские, как выражаются многие. Цыганские, это нам выдали, вот как будто остатки, как секонд-хэн какой-то, и вот нас так отправляли. Мы сидели в Новогорске, ждали, дадут нам отмашку ехать на Олимпиаду или нет. И это на парад дали, а уже одевали спортивной формой там, слава богу, что там нас одели. Это было вообще ужас, потому что столько мы, 6 месяцев мы, по-моему, с апреля месяца, мы сидели на сборах. И не знали, едем мы или нет. Мы отморочные отыграли, а вот началось вот это все, когда после всего этого, в апреле месяце, мы 6 месяцев готовились, а потом нам сказали, еще неизвестно, поедете вы или нет. Вот и все. То есть тренеры уволили, едем, не едем, во что-то деле, непонятно. Хочу сказать еще одну вещь. На нашем канале вы впервые увидите первый тайм этой игры. Оказывается, Советский Союз, распавшийся на это странное название СНГ, не планировал даже показывать полуфинальную игру с участием наших девушек. Я не в порядке подхалима же, но, Александр Александрович, очень здорово, что вы все-таки решили показать этот матч. Объективности ради надо признать, что полуфинал был самой важной игрой. Поэтому мы приложили максимум усилий для того, чтобы эта игра в полном ее объеме была показана на телеканале «Звезда». И, наверное, может быть, извинюсь перед девушками. Поздно мы вспоминаем, хотя никогда не поздно сказать спасибо тем, кто вершил историю нашей страны. Давайте посмотрим первый тайм этой легендарной игры.